Радио НВ Година аналитики на Радио НВ Мае Слово Добрый день! В эфире программа «Мае Слово» В студии я, ведущий программы Юрий Мацарский Сразу два моих гостя, представители журнала НВ Кристина Бердинских, Виталий Сыч Друзья, привет, спасибо большое, что пришли Привет, Юра, здравствуйте всем Еще и такой представительной делегацией Будем обсуждать... Ну так а ты думал Рыбный день сегодня у тебя, 4 Я ничего не думал, ничего не думал Да, большой улов у меня сегодня Будем обсуждать мы и свежий номер журнала И вообще ту действительность, которая нас окружает Плюс ко всему, у нас есть еще несколько тем Из предыдущих номеров журнала, которые... Ну, мы просто... Из-за того, что эфир не резиновый Не всегда мы можем растянуть настолько, насколько нам хочется Не успели обсудить Но я бы начал со свежих историй из Верховной Рады Где, как выяснилось, не только дерутся и оскорбляют друг друга И журналистов, депутатов, но есть еще и целые Секретные подпольные группы влияния Это вообще что такое за группы влияния? Кто их формирует и почему они секретные и подпольные? Ну, начнем с того просто, как ты говоришь о монобольшинстве О фракции «Слуга народа» Просто сегодня стало известно, что там вычислили и разогнали Это не сегодня стало известно, это стало известно две недели назад Вот ты сейчас попал в самое больное место Потому что, да, мы об этом писали подробно У нас никогда не было такого большого пропрезидентского монобольшинства И я хочу напомнить, что когда проходили выборы То часть депутатов была избрана пропорциональным списком И часть депутатов по мажоритарным округам И «Слуга народа» партия не ожидала, что она получит такой феноменальный результат На мажоритарных округах Потому что расчет был такой, что вот мы формируем список Вот мы понимаем, кто эти люди в списке А по мажоритарке как повезет Потому что я напомню, что там во многих областях На мажоритарных округах баллотировались Просто какие-то финансовые гиганты Которые окучивали эти округа годами Я можно тебя уточнить небольшое получу Скажи мне, пожалуйста, то есть получается, что Одномандатники, вот те самые мажоритарщики Часто оказывались вообще совершенно случайными людьми Или какие-то фильтры все-таки были Но они, может быть, где-то не сработали Где-то проморгали, скажем так, не того человека Было много людей, которых кто-то кому-то рекомендовал Скажем так Это так было? Да, по рекомендации Даже фильтров не было, ты что? Кто-то моргал Я поэтому спрашиваю, да, мне интересно, были какие-то фильтры? Фильтры проморгали Я понимаю, Кристина, вот ты можешь меня опровергнуть Но были привлечены региональные организации Которые собирали на местах кандидатов Потому что за такой короткий период времени Несколько месяцев там было совсем мало Собрать огромное количество людей Построить партию с нуля, ну просто нереально Ты же не можешь прособеседовать, скажем, 2000 человек физически Ну можешь, но не за месяц Но качество собеседования будет совсем Но не за месяц, как бы, да Поэтому я так понял, что многих Зеленский лично не видел Правильно, Кристина? Конечно, многих людей он просто не знал Он доверял людям, которые помогали ему вести, например, президентскую избирательную кампанию Которые работали по регионам И, собственно, на них опирался И они там тоже участвовали в выборе этих кандидатов Вот то, о чем стало известно недавно, несколько недель назад Что во фракции «Слуга народа», например, существует очень большая группа мажоритарщиков Которые ориентируются на черновицкого бизнесмена Илью Павлюка Можно я еще одно уточнение? Да Они начали на него ориентироваться Давай так использовать такое определение Еще до того, как попали в Верховную Раду Или они уже там, что называется, поинтересно Да нет, нет Илья Павлюк участвовал еще в президентской избирательной кампании Помогал и Владимиру Зеленскому в президентской избирательной кампании И потом как раз вот его регионы, это там Черновцы, плюс там Ровненская область А чем занимается этот человек, ты знаешь? Да, конечно, он бизнесмен, у него сельскохозяйственный бизнес Плюс, по-моему, какие-то перевозки или строительные Но также он известен в тем, что он был помощником на общественных началах коммуниста-колетника Если ты помнишь такого человека Я лишь напомню, этот человек, если я не ошибаюсь, родом из того же города, откуда и я, из Винницы И если ты когда-то был помощником коммуниста, это тоже что-то о тебе говорили А как он оказался в компании? Он был главой то ли таможни, то ли что? Конечно, да, это известный человек В команде нового президента, как он оказался? Насколько я понимаю, Владимир Зеленский знает его лично много лет Это личные связи Да, это личные связи Но Павлюк как раз привлекал уже вот эти кадры на мажоритарных округах в том числе И, естественно, расчет президентской команды был таков, что депутаты в парламенте будут абсолютно послушными И голосовать за все инициативы, которые исходят от офиса президента или от Кабмина Но в Верховной Раде началась дискотека, я бы так это назвала Потому что там первые недели все держались очень дружно То есть никаких разногласий не было Турборежим, все нажимаем, все голосуем То дальше уже многие разобрались, что Верховная Рада, ух ты, это такое место Здесь столько интересных может быть Жизнь в Киеве дорога Столько здесь может быть интересных нюансов Столько может быть интересных там взаимодействий на уровне комитета и тому подобное И поэтому уже начались внутри такие, я бы так сказала, интриги в Слуге народа И вот почему всплыл этот скандал тоже с Павлюком Потому что, несмотря на то, что в Слуге народа есть разные группы, все равно они, в принципе, все время голосуют вместе Но вот эта группа, она проявилась А сколько человек, Кристина, в этой группе, которые ориентируются на Павлюка? По разным данным от 30 до 70 людей На самом деле это огромная группа Там некоторые внефракционные объединения меньше были Да, конечно Нормальная фракция Вы запомните это имя? Вот господин Павлюк из Черновцов родом Человек, который контролирует значительную часть парламента Есть разные данные по количеству Это мажоритарщики, насколько я понимаю Мажоритарщики, да И вот в чем же возникла проблема Они впервые, то есть так четко проявились Было голосование про законопроект евроинтеграционный, так называемый Там полупроводники, там какие-то авторские права И вот неожиданно многие депутаты из этой группы, как все думают Не поддержали этот законопроект, который там евроинтеграционный и все И это стало большим сюрпризом для руководства фракции В том числе для руководства страны, там для президента и тому подобное А потом начался следующий этап Когда рассматривался законопроект про электроэнергию И в общем все так поняли, что эта группа Она ориентируется сейчас больше на Рената Ахметова И поэтому, когда об этом стало известно в администрации президента В офисе президента, прошу прощения Все, конечно, были в шоке И их просто начали частями А, вот еще интересная деталь В Слуге народа есть очень много внутренних партийных чатов Вот очень много Есть группа мажоры Это вот мажоритарщики Мажоритарщики Да, есть группа спикеры Это те люди, которые могут ходить на эфиры там и выступать, да А вот группа Павлюка, у нее был чат, который назывался Поболтать Эта группа Поболтать Вот, она так и называлась, да Они за этим пришли в Раду Вот Они сразу честно назвали свою группу, выразив свое намерение Да, и в общем, когда об этом узнал президент О том, что они ведут какие-то непонятные разговоры Очевидно, с окружением Рената Ахметова То их по частям стали вызывать в офис президента Рассказали им про жизнь Президент был очень злой Насколько я знаю, там кричал Это было уже давно Это было уже, наверное, больше месяца назад И, в общем, закончилось все тем, что эту группу как бы попытались разбить И вот тестом на лояльность как раз этой группы Что они вернулись в родное гнездо, там, слуги народа Было голосование за законопроектом 22.33, по-моему, про электроэнергию Который не очень выгоден Ренату Ахметову И они в итоге проголосовали за этот законопроект Но, видимо, все равно их решили каким-то образом проучить Слуга народа — это конструкция, у которой, фракция, у которой есть 15 заместителей главы фракции И вот один из заместителей как раз его связывали с Павлюком Это Дмитрий Соломчук, если я не ошибаюсь, его фамилия Это из Ровненской области Так вот, вот буквально, по-моему, вчера его лишили этого статуса заместителя главы фракции Теперь 14 заместителей главы фракции Именно для того, чтобы, я так понимаю, не было вот этих группировок вокруг этого И последняя деталь именно про эту группу Есть племянник Павлюка во фракции Максим Павлюк Вот, даже его племянники родственники То есть это прям у них семейный подход там Да, молодой парень Я вот сейчас, чтобы не быть голословным, я переписываюсь с бывшим депутатом Отбьют Алексеем Рябчиным, чтобы узнать, какая реальная зарплата у депутатов Потому что, мне кажется, это важный момент, это одна из причин, почему пошли брожения, как бы, да, в фракции «Слуги народа» То есть многие люди из регионов переехали в Киев, работают в парламенте Украины, да, то есть довольно-таки высокопоставленный орган Им кажется, что у них какая-то элитная работа, они крутые люди А на самом деле их зарплата составляет вот 30-40 тысяч гривен в месяц Ты знаешь, я вот что хочу И из-за этого знаешь, что следует? Они, конечно, смотрят, ну и как Киев живет, сколько их жизнь их стоит И как ребята получают, сколько там в других фракциях Вот, например, квартира стоит как бы денег, еще что-то стоит денег И, конечно же, им захотелось нормальной жизни Ну, может быть, даже и некрасивой, а как бы просто сытой жизни И, естественно, пошли слухи о том, что некоторые люди «Слуги народа» получают, скажем так, финансовые стимулы, правильно, Кристина? Ну, конечно, это всплыло От состоятельных украинцев, например, от Рината Ахметова Ну, про Рината Ахметова я не знаю Тут, знаешь, как бы не пойман за руку него Но то, что стало, вот то, что... Почему эта фракция очень интересная? Потому что раньше, например, вот была огромная фракция партии регионов Да, ну, это закрытая структура Попробуй оттуда просочить информацию тебе просто потом по голове То, что происходит внутри Есть анонимные телеграм-каналы, где сливается внутренняя инсайдерская информация Про жизнь фракции Появились... Появился, как это, рыцарь появился? Темный рыцарь Темный рыцарь появился Уже и белый есть Это, кстати, довольно, ну, может быть, не все знают там в регионах Это известный телеграм-канал, где какой-то человек анонимно сливает всю внутреннюю кухню «Слуги народа» Но более того же, у нас еще появился этот феномен, другой телеграм-канал «Джокер» Который, это какой-то человек или группа людей, которая ведет переписку там с разными депутатами И их там провоцирует И вот как раз информация про деньги, про зарплату в конверте Появилась в его переписке с Николаем Тищенко Это один из заместителей главы фракции «Слуги народа» И это известный ресторатор Вот, и там вот как раз Тищенко, думая, что он переписывается с генеральным прокурором Как бы обсуждали тоже вот эту зарплату в конвертах И об этом же сказала исключенная из фракции Анна Скороход Это она сказала на диктофоны публично То есть то, что эта информация, которая звучит в СМИ, это правда Но тем не менее, когда я ее спросила А вы готовы предоставить, например, какие-то доказательства или дать показания в НАБУ По этому поводу она, конечно, сделала вид, что не понимает, о чем я говорю Да, так вот, почему я, Юра, вспомнил о зарплатах Поэтому понятно, что пошли какие-то попытки стимулировать, грубо говоря, депутатов «Слуги народа» финансово со стороны состоятельных украинцев Кто-то говорил, что там от людей Рената Ахметова, кто-то говорил еще с другой стороны Как бы неизвестно И понятно, что люди, которые получают немного, в принципе, по киевским меркам для такой работы, где там соблазн коррупционный очень высокий Они начали поддаваться этим соблазнам И потом пошла информация, опять-таки, это неофициальная информация Но выходила на многих медиа, и все об этом говорили и писали О том, что фракция «Слуги народа» начала выплачивать зарплаты в конвертах своим депутатам Я не знаю, правда это или нет, но об этом говорили многие И это как бы инструмент консолидации фракции Если твою фракцию трусят, как яблоня, знаешь, на которой яблони отваливаются Естественно, начали использовать такие инструменты вроде как И смотри, сколько ребята работают, несколько месяцев всего, да? А уже, в принципе, ситуация такая довольно шаткая Вот есть какое-то количество групп влияния Не знаю, сколько этих групп Ну смотри, я могу еще про другие рассказать Ты расскажи, сколько их, потому что у нас уже пора прерваться потихонечку Ну я тебе точно количество не могу назвать Потому что они маленькие и разные Хотя бы мы можем предположить Основные? Ну вот, я могу перечислить основные Есть условная группа Игоря Коломойского Или люди, которые ориентируются на Игоря Коломойского Есть группа, например, Святослава Олейника Который тоже не чужой Коломойскому человек Это политик и бизнесмен из Днепра Есть люди лояльные к президенту Зеленскому Сотрудники 95-го квартала бывшие Есть условная часть депутатов, которых называют их противники Из-за их же фракции сарасятами То есть люди, которые там работали, например, в Прозоро, в Бердио и так далее И более мелкие там всякие разные Прервемся на новость и рекламу Мы только что выяснили, что не просто в парламенте А внутри одной фракции слуга народа По крайней мере, действовали несколько разных групп Влияние по интересам и так далее А как вот эта вот раздробленность внутри фракции Сказывается на работоспособности парламента У нас же есть лебедь, рак и щука Которые, по идее, должны в одном направлении тянуть А оно не может быть, чтобы у разных групп Влияния всегда совпадали интересы Ну, в принципе, пока что законы голосуются И насколько я понимаю, что Владимир Зеленский, президент Не будет делать что-то с фракцией или с парламентом Разгонять до того времени, пока хватает голосов Когда начнут проваливаться законопроекты Президентские, правительственные и тому подобное Он там начнет думать, что делать с этой Радой Поэтому эти скандалы, они бьют по рейтингу Рады Рейтинг Рады падает Но, в принципе, я так понимаю, что офис президента Не сильно это волнует, пока у них есть голоса Потому что, например, предстоит голосование За земельную реформу во втором чтении То есть, да, это сейчас нагальная тема Но я бы еще хотела поговорить про Игоря Коломойского Потому что это тоже важная фигура Которая влияет на работу парламента Через своих депутатов И причем у него депутаты, которые, ну, как бы так Лояльны к нему, не только во фракции «Слуга народа» Но и, например, там, внефракционные Например, его близкий человек Игорь Палец Он входит в группу «За майбутня» У него отдельная депутатская группа А если мы говорим про «Слуга народа» То самыми яркими представителями Как бы те люди, которые симпатизируют ему Это, конечно же, Александр Дубинский Бывший, ведущий один плюс один программы «Грощи» Да, Александр, 23 квартиры Дубинский Так в боксе бы представляли, да? Да, да, да И вот даже есть внутренний... Вот я говорила о людей, которых называют сарасятами Но внутренний сленг «Слуги народа» То люди, которые объединены вокруг Дубинского Их называют дубинятами Вот такая... Не затейливые клички У него даже целая группа есть Ну, я имею в виду, с тех, с кем он общается Например, там, Максим Бужанский Это так называемая группа блогеров Это там Ольга Василевская-Смоглюк Тоже бывшая сотрудница телеканала «Один плюс один» Это мажоритарщики И есть еще один блогер, он из Запорожья Они не перетянули никого из списочников на свою территорию? Да пока нет Но в чем... Ну, как бы, если посмотреть, то, в принципе, их же не очень много Да, но это... Эти блогеры, они очень шумные Вот, например, если почитать телеграм-канал как раз Бужанского и Дубинского Вы увидите там прямые оскорбления в нецензурной форме сотрудников Нацбанка Там претензий Вчера, кстати, или позавчера Нацбанк официально обратился к «Слуги народа» Приструнить Дубинского, потому что он с матами нападает все время на НБУ и так далее Ну и, в принципе, в чем сила этой группы? Потому что, кажется, их же вроде немного Ну да, то есть в чем проблема? А проблема есть Вот потому что, например, там Дубинский Он входит, он заместитель главы там финансового этого комитета И банковской деятельности И он пытался, например, создать следственную комиссию По расследованию работы Гонтаревой и НБУ В то время, как к нам приезжают представители МВФ И мы ведем переговоры про следующий транш И они, конечно, за всем этим тоже следят За давлением на Нацбанк И поэтому, вроде бы, немного, но вред большой И поэтому с этими депутатами там тоже вынуждены считаться Их приструнять И они проявились, например, при голосовании За снятие неприкосновенности из Дубневича Бывшего депутата БПП Который сейчас входит в группу «За майбутня» А группа «За майбутня» Там входит туда и Игорь Палица Который друг Игоря Коломойского Круг замкнулся Мы понимаем, почему, как бы, кому что не понравилось Ну и, возможно, Игорь Валерьевич Эти люди не поддержали голосование Снятие неприкосновенности из Дубневича Это дубинские компании, да? И, как бы, возможно, там Игорь Валерьевич Тоже хочет проявить свой характер, там, свою состоятельность И свою субъектность И показать, что, друзья, ну, вы видите Я вообще могу делать, как бы, что угодно Тоже с голосованиями Но в итоге Я не знаю, каким образом Я не знаю, это было, например, личный разговор Там Зеленского или Коломойского Или это было Каким образом уговорили Ну, например, рынок земли в первом чтении Они поддержали Хотя еще за день до этого И Дубинский очень критично отзывался об этом И Бужанский говорил, что не будут голосовать А в итоге проголосовали То есть мне вот больше всего в этой конструкции Интересует, каким образом происходит Неформальная коммуникация То есть кто с кем общается Чтобы результат Насколько я знаю по рынку земли Потому что я общался с людьми из офиса президента Так называемой АП тоже, замглавы А давление Давление и убеждение Там ситуация была такая Что даже если вечером Президенту встречаться со своей фракцией А на следующий день голосования То многие за ночь передумывали Да, там Или кто-то их переубеждал Либо они сами остывали Но поэтому Общаться нужно было в день голосования Прямо накануне голосования Для того, чтобы был результат Именно это и происходило Они там собирали все силы Которые возможны Я имею в виду Зеленские компании Для того, чтобы убедить собственную фракцию Проголосовать То есть Зеленский президент пробивал Что называется Насколько я знаю Нужно его решение Насколько я знаю Точно было заседание утром в фракции С участием президента Пока единственный фактор Который сдерживает эту разношерстную компанию Держит всех вместе Это президент Почему ты говоришь пока? Почему ты говоришь пока? Ну потому что Если честно Вот ознакомившись ситуацией изнутри Мне кажется все же Это конструкция Рано или поздно Даст бой То есть постоянно держать Вызывать там на ковер Разгонять Эти группы внутренние Угрожать тоже не получится Если будет падать рейтинг власти Например не только парламента Но там и президента Через год там упадет Рухнет А у нас в стране Очень быстро падают рейтинги власти Депутаты начнут Как мне кажется думать Я здесь всего на один срок В следующий раз Мне скорее всего не выберут А проведу я как остаток Своего депутатского времени Сыто, тепло Ну да Ну мы же знаем Что уже вот Прошлый раз мы с тобой Юра обсуждали На 20% упало Упало количество людей Которые там поддерживают Политику Зеленского За несколько месяцев Понятно что это была Огромная цифра 73% Она должна была падать Она будет падать и дальше Да Потому что у людей Были разные ожидания Естественно работать В крайне популярной партии Одно дело Работать в крайне Или в непопулярной партии Другое дело В активно теряющей популярности Когда у тебя есть Какие-то предложения В том числе финансовые Со стороны Я думаю вероятность того Что что-то там расколется Посыпется Она как бы довольно высока В следующем году Через год А я хотел у вас что-то спросить Вы же знаете Все эти инсайды Ну не все Но многие инсайды Знаете Чем там Чем там живут люди В высоких кабинетах Есть вероятность того Что сейчас В офисе президента Или сам президент Возьмут и скажут Так Эти меня подводят Нет у меня Год нельзя распускать Да Ну вот пройдет год Осталось ему уже полгода почти Прошло с момента выбора Эти меня подводят И что? Я пожалуй Их разгоню И наберу новых Вот будет лето Объявлю Очередное Ну ты говорил Накануне программы Что хочешь об этом говорить На самом деле Действительно Зеленский Об этом упоминал Публично Но это И несколько раз Но это он говорил Там в разговоре С молодыми людьми Что вот вы готовьтесь Подтягивайте друзей Даже этих уже нужно Как бы разгонять Да Но у нас в этом номере Вышло интервью с Разумковым Это глава парламента В котором он в принципе Ну Грубо говоря Грубо говоря Опровергнул этот тезис Да Ты встречался Он сказал Что ну Президент у нас С хорошим чувством юмора Там Возможно он пошутил Не Я имею ввиду Что жизнь Как долго будет работать Верховная Рада Зависит от того Пока есть голоса Вот и все Это единственный пункт То есть у Зеленского Нет никакого сантимента К нынешним депутатам парламента Это не те люди Там знаешь С которыми Они строили партию 20 лет И вот ему будет жаль У него рука не дрогнет Если не будет голосов Он погонит ее И все И представит это Вот мы снова очищаем власть Но пока голоса есть Единственное что ему нужно будет Какая-то все-таки Причина Какой-то повод Конечно Юридический и законный Для того чтобы разогнать парламент Поэтому вот год и нельзя Еще если можно Одну ремарку Пока не забыла Да конечно конечно Про вот На самом деле Нельзя так четко Слугу народа Проделить на Например там 5 групп Да и вот сказать Вот мы сделаем список Некоторые могут быть И в той группе И в другой Но это условное деление Условное Вот например Есть Александр Ткаченко Который Бывший топ-менеджер Телеканала 1 плюс 1 Игоря Коломойского Его сразу записали В люди Игоря Коломойского И как бы Вот и в группу Игоря Коломойского Но то что я знаю Ситуация изнутри Фракции То Александр Ткаченко Пытается нарастить Своё личное влияние И он пытается Собирать вокруг себя Так называемых Ценностных людей И там Насколько я знаю Происходят встречи Они разрабатывают Дальнейшую стратегию Фракции Стратегию Рады Вот план работы Верховной Рады Какие следующие Реформы нужно делать И насколько я знаю И приходят на эти встречи И Дмитрий Разумков Спикер парламента И Стефанчук И Венедиктова Ну то есть Это тоже Получается Его нельзя Чётко отнести Какой-либо Плюс он является Кандидатом на пост Мэра Киева Если вдруг будут выборы До сих пор До сих пор У нас слуги народа Кандидат номер один Предположительно А любой человек С табличкой Слуга народа В принципе Даже в Киеве Имеет высокий рейтинг Хотел тебя спросить Ты там переписывался С депутатом Одного из предыдущих созывов Замминистра Вернее Нескольких предыдущих созывов У меня тут Я тут не так давно Был в гостях В этой студии Кстати Этот человек у нас Ведущий на радио Мы не скрываем Это Леша Рябчин Он был депутат от БЮТа Сейчас он замминистра экологии По-моему Я не об этом Я хотел вот о чем уточнить Вот смотри Был у меня здесь Евгений Кузьменко Он парламентский журналист Уже полтора десятка лет И я ему задал прямой вопрос А правда что депутаты Получают вот прямо сейчас Зарплату в конвертах Он так вот Будучи парламентским журналистом Так обтекаемо ответил Сказал что Вот за все эти полтора десятка лет Что он работает Не было ни одного такого созыва Где депутаты бы не получали Деньги от разных групп влияния Где депутатам бы не заносили Те или иные суммы Люди которые бы пытались добиться От них нужного для них решения Может быть тебе там сейчас ответили Как сейчас Сейчас тоже приходят люди Слушай смотри Это немножко разные вещи Деньги которые депутат может получать За лоббирование чьих-то интересов На уровне комитета Либо на уровне закона Автор законопроекта это одно А деньги которые централизованно Выплачивает фракция Для того чтобы депутаты были довольны И голосовали так как нужно руководство Фракция это другое Второе это регулярно Второе это грубо говоря зарплата Серая зарплата в конверте Которая добавляется К официальной зарплате Вот как мне объяснил Леша Рябчин Есть 30-40 тысяч Это там официальные деньги А есть еще депутатские Официальная зарплата Она декларируется Депутатские Они не декларируются Это на помощников На транспортные расходы Еще на что-то Вот в принципе ты можешь Это все себе забрать Либо там нанять Потратить как бы на что-то Но они же тоже Где эти депутатские Официальные выплаты ограничены Да Нет конечно Он сказал Столько же сколько и зарплат То есть там 30-40 То есть 60-70 Можешь получать Поэтому Есть история с тем Что ну грубо говоря Ты там лоббируешь Бизнес Косюка например Да Либо еще кого-то Какие-то субсидии Агросектору Я например говорю Да И там тебя естественно Как-то стимулирует за это Либо ты постоянно Получаешь зарплату И мне Вот есть депутаты Которые были в разных там Фракциях Баграев был И в Бьюти И в партии регионов Он рассказывал Да в партии регионов Многие получали Там вообще было Просто по ведомости Перепись Как бы кому-то Ну состоятельные бизнесмены Не хотели этих денег Потому что за 5 тысяч долларов Или за 10 Оно им не нужно Он говорит Мы как-то не получали Но многие получали Да Причем там были надбавки Знаешь за что надбавки были? Это реально ржачно было А 15 5-10 получали обычно А 15 Получали те Кто участвовал В толкучках Как бы Возле спикера Программа Ага То есть за мордобой За физические Конечно Конечно да И он сам это рассказывал Как комедию В том смысле что Вот Были люди которые Говорили Вот мне столько А потому что я реально там Занимаюсь И все время участвую Грубо говоря В разгоне там протестов Каких-то Возле подиума И все такое Вот Откуда эти деньги берутся Ну понятно что это Левые деньги Черные Если это провластная фракция То как правило Насколько я знаю Как было устроено У предыдущего Как бы президента Там Многие об этом говорили Опять таки Неофициальная информация Люди просто делят Госпредприятия Между собой И как бы Ставят там Свой менеджмент И доят эти госпредприятия На входе и на выходе То есть Либо Закупают что-то Сами у себя По завышенным ценам Понимаешь Юра То есть Госпредприятие Оплачет за продукцию Больше чем она стоит Ну это схематоз Конечно схематоз Либо потом продает По заниженным ценам И через прокладку Уже продает В реальные Какие-то вещи Окончательному покупателю Вот такая была история У нас с Пашинским Когда мы писали Когда предприятие Укроборонпрома Продавали взрыватели А какой-то Кипрской компании Она потом перепродавала Их по цене В десятки раз выше Окончательному покупателю А вся разница Оставалась В этой офшорной компании Конечно же Это Откровенный схематоз Часть этих денег Шла на финансирование Компании Фракции Удержание людей Часть прилипала К рукам просто Прерву тебя Еще один перерыв На новости рекламу Кристина Бердинских И Виталий Сыч Гости в студии сегодня Смотрите Мы пока с вами говорили В новостях И до того Как мы с вами говорили Пошло развитие событий В слуги народа Есть драка Прям вот Мы поговорили про драку Отлично И они тут же устроили драку Там в Верховной Раде Прям в здании Давайте расскажем Кто подрался Расскажи Кристин Кристин расскажи Кто там подрался Из-за чего Это группы влияния Делят влияние Или что Нет Подрались Максим Бужанский Блогер И Гео Лирос Это вот Человек Который был связан С муралами В Киеве Насколько я поняла Причина конфликта Это женщина Депутат Фракции Слуга народа Ирина Верещук И я так Из того Что я успела Прочитать Якобы Лирос Как-то Не очень хорошо О ней это звался Во внутренней переписке В одном из Их Бесчисленных Чатов Бесчисленных Бесконечных чатов И Бужанский На защиту чести Женщины И просто потянул Его за колонну И вот там Их разнимали Ну следующий шаг Это что Юра Дуэли Я думаю да Но если Ну вот До мордобой Дошли Ну вот знаете Я вот прямо Спрашивала Например Нового руководителя Партии Словья народа Александра Конриньянка Который первый Заместитель Главы фракции Я говорю Ну слушайте У вас Столько скандалов В неделю Как вы с этими Будете жить И он отшутился Ну пока Пять в неделю Мы еще выдерживаем Пока в субботу И воскресенье Могут выдохнуть А у главы фракции Давида Арахами Я тоже об этом спрашивала Потому что Очень многие Вот я общалась Не знаю Наверное С двумя десятками Или с тремя десятками Депутатов Слуги народа Чтобы написать эту статью И очень многие И сарасята И дубенята И какие угодно И поболтать Ята Опята Маслята Да Недовольные Арахами Говорят что Не контролируют фракцию Вот когда президент приходит Тогда окей Тогда все слушаются А Арахами Не может Ну это какой-то детский сад Не могут собрать Ну там собрались взрослые люди И он И Арахами Дискотека Неплохое слово Да Арахами На это отвечает Что мой показатель Это КПА Проголосованных законопроектов Пока законопроекты Голосуются Значит я справляюсь Со своей должностью И вот такая логика Ну ты знаешь Обычно дерутся ли Идейные оппоненты В парламенте Такие у нас тоже Бывали люди с идеями Либо как минимум Представители разных фракций А уже в одной фракции Это необычная практика Это ноу-хау Будем конечно следить За развитием событий Но я хочу вернуться Буквально на минуту К одной из причин Почему вот происходит Такая разношерстная фракция Которая там Многовекторное движение Там кто-то отвалится Не отваливается Вот мы начали с того Что привлек президент Зеленский Некого бизнесмена Павлюка К созданию там Части фракции К набору людей По мажоритарке Который был помощником коммуниста Вот Юра ты скажи мне Вот ты бы привлек К созданию своей фракции Бывшего помощника коммуниста Я думаю что нет Не стал бы Поэтому если ты Настолько быстро Скажем так Либо настолько неразборчиво Подбираешь Ближайших людей Которые потом тебя подбирают По 40 депутатов Происходит вот как бы Такие вещи Это в том числе Отсутствие политического опыта Какого-либо Плюс какой-то идейной Идеологической составляющей В том числе Ты знаешь Я вот еще На чем хотел бы остановиться Мы начали говорить О группах влияния Начали мы с того Что вскрыли группу влияния Рената Ахметова И собственно Интересно Раньше они у него Огромные вообще Да Вот интересно Если мы представим себе Что у него раньше Было большое количество Групп влияния То зачем ему сейчас Какие-то группы Если он По идее Он же мог все это порешать За предыдущие годы Да ну Порешать-то он порешал Удерживать нужно Понимаешь Дело в том Что такие люди Как Ренат Ахметов И не только Как Ренат Ахметов Как Игорь Коломойский Только там У него немножко Другие практики Зарабатывают огромные деньги И сверхприбыли Благодаря монополизации рынков Благодаря искусственному Ограничению Конкуренции Благодаря тому Что они могут Намного дешевле Покупать Активы Чем они стоят На самом деле Благодаря тому Что они могут Выставлять нерыночные тарифы Для того чтобы это делать Нужны свои люди В регуляторах Которые определяют тарифы Да там есть НКРЕ в частности Нужны свои люди В парламенте Которые лоббируют И защищают Какие-то законы Да Потому что если ты вот посмотришь Я тебе напомню кое-что На потребительских рынках Где высокая конкуренция У Рената Ахметова Мало что получается Помните пиво Сармат Мы обсуждали Пиво Сармат Пиво Сармат больше нет Но не завоевал Его по-моему продали туркам ФС Помните оператор DCC Мобильная связь Ну такой самый отсталый Убитый оператор Там полуаналоговой связи Там стандарт 450 А вот как бы Такие были завоевания И достижения На потребительских рынках Там были еще И они мало выстреливают Вот совсем А если ты работаешь На рынке Где у тебя практически Монополия Да Энергетика там Металлургия Еще какие-то Добыча угля Где у тебя есть субсидии Ты имеешь возможность Выбивать субсидии Через парламент Это кстати касается И аграриев Таких как Косюк Бахматюк Они это делали тоже годами Вот И выставлять тарифы Которые непрозрачные Невозможно разобраться Какое рыночное Ценообразование Да Мы платим с тобой За горячую воду За электроэнергию И так далее Тому подобное Это конечно Это просто Просто сверхприбыль Ты еще Сделай телеканал один Который будет Очень массовым И будет кричать Очень громко Как только у тебя Будут пытаться Отобрать монопольное положение Это классический рецепт Сейчас запускают Новый информационный канал У нас уже перенасыщение Рынка информационными Телевизионными каналами Они все убыточные Ну надо понимать Все убыточные Он запускает новый И я так понимаю Это в том числе Для того что он понял Что у него проблемы Друзья Вы же понимаете Для чего нужен телеканал Тем более большой Телеканал То есть они все убыточные Они получают там Ну сейчас в лучшем случае 25 миллионов долларов Отрицательная беда Это информационные завесы Для бизнеса Ну информационные Поменьше каналы А большие каналы Вроде Плюсов Вроде ТРК Украина Группа Пинчука У них огромные минусы Всегда были У них доходило До 100 миллионов долларов Убытка в год Потом было 50 миллионов долларов Сейчас говорят Они вышли на минус 25 Ты понимаешь Что это никакой не бизнес Это просто история Для защиты И продвижения своих интересов Вот как только тебя Будут пытаться отобрать Твое привилегированное положение Сразу включаешь На полную катушку Как бы эту историю Свой телеканал И он кричит Шумит Доставляет неудобства Правящей власти Бьет по ее рейтингу Доставляет дискомфорт Вынуждает правящую власть Договариваться С тобой каким-то образом Игорь Коломойский Монетизировал это Другими способами Он был партнером В Укрнафте Например Где годами Блокировал выплату Дивидендов государству Там ну миллиарды Просто накопились У него много там Других историй Даже не будем их упоминать Где он Например он должен 5,5 миллиардов По признанию всех Мировых финансовых экспертов А государство Украина Он должен 5,5 миллиардов За приватбанк Долларов А он же пытается Наоборот взыскать Из государства Компенсацию за это все И все это Ну как только Ему что-то не нравится Он включает все свои ресурсы Там телеканал Группы в парламенте Группы шумные на улице Которые блокируют Кошмарят там НБУ И так далее И тому подобное Поэтому Иринату Ахметову Тоже Нужна такая мощная Группа поддержка В парламенте Которая Сохранит ему Нынешний статус-кво И позволит Грубо говоря Ограничить С одной стороны Конкуренцию А с другой стороны Сохранить Довольно Высокие тарифы В которых Ну невозможно Там человеку разобраться Потому что Ты же понимаешь Это все Звенья одной цепи Люди которые кричат За хисты Национального вырубника Они по сути дела Имеют ввиду Не пускайте Иностранную конкуренцию Потому что Если у тебя Какая-то монополия Ты можешь дороже Брать за товар Не очень высокого качества Как только у тебя Появляется Конкуренция Ты Или вылетишь Вообще из бизнеса Либо ты вынужден Будешь опустить цену Да Вот у нас есть С вами прекрасное подтверждение Авиакомпания МАУ Которая принадлежит Коломойскому Раньше билет в Париж Стоил 400-500 баксов В лучшем случае Появились SkyUp и WZR Все опустили цену Просто конкуренция Конечно Коломойские ненавидят SkyUp и WZR Вставляют всяческие там Палки в колеса Всякие суды Лицензии пытаются Отобрать и так далее А зато теперь Можно за 100 долларов Летать в Европу Иногда за 50 долларов Кому это понравится А конкурировать с людьми Которые опустили тебе Там сверхприбыли В 5 раз Ужали Это очень такой Простой наглядный пример А для того Чтобы этого не происходило Тебе нужны группы В парламенте Это защищать просто И удерживать Вот я тебе рассказывал Что когда-то я Ездил в Донецк Да-да Я как раз хотел бы тебя Попросить рассказать Эту историю слушать Когда еще там был Янукович и партия регионов У него там было вообще Подавляюще контрольный пакет акций У Рената Я когда-то ездил в Донецк Брать интервью у Рената Ахметова Он как мы все знаем Практически ни одного интервью не дал Вот Коломойский сейчас их дает Там два в час А он как бы за всю свою историю Практически ничего не дал Если ты вобьешь в гугл Рената Ахметова Ты мало что найдешь Острого о нем Хотя у него есть Пятно в биографии Много лет Которая как-то чем-то Заполнялась в жизни Да И вот я летал У меня уже была договоренность В Донецке Взять у него интервью Но интервью не состоялось Вот Мне там под какими-то Предлогами отказали Хотя я готовился И все остальное Я вернулся Я опубликовал И тогда еще работал В корреспонденте Главным редактором Такую колонку Под названием Под заголовком Десять вопросов Ренату Ахметову На которые он не ответил Которые ему неприятны И там было Много Всяких интересных вещей Потому что В те времена Когда Давай будем так Осторожно все формулировать У него много Группа хороших юристов Большая В те времена Когда у него Пятно в биографии В Донецке пропадало Много людей И бизнесменов Например Вот этот завод Сармат До этого был По-моему Пиззаводом номер один Чье руководство По-моему Исчезло А потом Этот пиззавод Стал его собственностью И таких вещей Происходило много Они уже все Замяты Затерты В интернете И мало Тех кто помнит Там это все Вживую Но в целом Там история Конечно Интересная Никак не отреагировал На твою колонку Не сам Нет Ты знаешь Они Как бы Довольно спокойно Тогда себя повели Более того Что самое было Тогда удивительное Что вот Ты переворачиваешь Эту страницу 10 вопросов Ахметову И на другой странице Была реклама СКМ Ну как бы Ребята у нас Рекламировались Они в принципе Довольно грамотно Вели политику Они пытались Тратить в медиа И сделают там Фонд Какой-то благотворительной Поддержки То есть пытаются Часть денег Ну и юристы Конечно Которые не позволяют Многим дерзить И так далее Поэтому Как бы Вот такой Довольно большой Масштаб Операции Как бы Бизнеса Который требует Поддержки в Раде Мы договаривались Обсудить еще Главную тему номера Свежего номера Успеваем или нет Вот у нас есть Три минуты Для того чтобы Три минуты Три минуты Хотя бы тебе скажу Мне кажется Это интересно Я эту тему лоббировал Потому что У нас внезапно Не политическая тема Да Зачем она политическая Ни одной же политикой Мы живем Совершенно верно Вот чем-то мы вообще Дышим каждый день Воздухом Мне кажется Эта тема очень важна Особенно все помнят В Киеве буквально Недавно стоял смог Несколько дней Да И мы решили сделать Такую тему Просто Мы собрали информацию Мы ее долго собирали И сделали рейтинг Самых грязных городов Украины И самых чистых городов Украины Мы там воспользовались Всякими замерами Минэкологией И все остальное И прочее Вот И выяснили Где В Украине дышать нечем Вообще Да А где более-менее Дышится неплохо Мне кажется Это важно Потому что мы Там наши дети Все с этим сталкиваемся Каждый день Вот Что мы выяснили Самый грязный Воздух В Украине В городе Днепр Да Там бывший Днепропетровск Это номер один Безапоречный Номер два Это Мариуполь Причем в Мариуполе Главный загрязнитель воздуха Это завод Ильича Который принадлежит Как раз Ренату Ахметову Да Номер три и четыре Несколько неожиданно Это Одесса и Николаев Все говорят в один голос Что там Какая-то плохая роза ветров Не уходит Воздух Даже все что накапливается От выбросов автомобилей Транспорта И так далее Стоит В Николаеве Ты знаешь Есть Николаевский Глиноземный завод Говорят он страшно воняет Он там один из главных Вкладчиков Довольно удивительно Но Киев тоже Довольно грязный город Здесь у нас Вот 9,1 Если в Днепре 16,4 Это уровень загрязнения Да В Киеве 9,1 Киев теперь грязнее Чем Запорожье А зато в области Даже в ближайшем В Броварах Три с половиной Да Ну конечно Ну в Киеве Ты посмотри какой транспорт Пробки Вот все стоит Я вот был в Риге И в Вильнюсе Там по сравнению с Киевом Просто нет транспорта Вообще Киев стоит Ты рассказал Что тебе показалось Что вообще города Ну вымерли По сравнению с Киевом Да Поэтому в Киеве Транспорт конечно Это большой как бы фактор И к моему удивлению Знаешь Очень чистым оказался Не тот город Который я ожидал А самый крупный город Твоя родина Харьков Да Я тоже смотрю Внезапно оказался чистым городом Из областных центров Вот самый чистый город И для меня это удивительно Хотя там полтора миллиона Тоже есть там И ХТЗ И завод Малышева Ну по всей видимости Это не те производства Которые загрязняют воздух Но обычно это как раз Насколько я понимаю Воздух загрязняют Производства Либо химические Либо связанные Металлургические Да Либо связанные С какой-то первичной Переработкой сырья Вот там действительно Тогда все плохо становится Нужно сказать Это то что касается Рейтинга городов Если хотите посмотрите Мы это на сайт выложим Мне кажется это касается Каждого Что касается Самых крупных загрязнителей Предприятия Мы тоже сделали Список топ-10 Номер один Как я сказал В Мариуполе Завод Ильича Номер два Арселор Миттл Кривой Рог То есть там не зря Все-таки наезжали На Арселор Миттл В какой-то степени Да Они обязали взять себе На вооружение Программу По очистным сооружениям Сооружения эти Очень дорогие Это сотни миллионов долларов Иногда миллиарды Вот они пообещали За несколько лет Привести их Показателям Европейским Чтобы завод В кривом Роге Такие же выбросы Делал Каких заводов Не знаю Во Франции В Италии Где-то еще То есть вот такая Интересная Довольная информация Ты видишь Если я вздыхаю Так тяжело Значит у нас время Уже заканчивается Слушайте Наверное это не слышно Это же не последний четверг Будет следующий четверг Это мы вот как раз В следующий четверг И продолжим разговор Благодарю вас Я напомню Сегодня были мои коллеги Из журнала НВ В этой студии Кристина Бердинских Виталий Сыч Покупайте свежий номер Читайте его На этом прощаемся Спасибо Юра Спасибо всем Всего хорошего Счастливо